Униты Бальцевского котла продолжаются ожесточенные бои. И сейчас грады оболтения бьют по позициям украинской артиллерии, которая постоянно обстреливает города и поселки Луганской республики. 40 градин уходят за линию горизонта и разрывают утреннее небо над батареей неприятельских гаубиц. Везде идет снег у нас, вот обратите внимание. А у них сегодня будет идти дождь, только дождь с градом. И дождь с градом будет идти у них долго, пока мы не освободим эту землю. Эту установку мы отняли у них, ну почти, ну больше 6 месяцев назад. Это трофейная установка, она за брата укропал, ну в бою. Для шахтера из Алчевска Николая Грибунова это уже больше, чем война. Сам весь израненный в шрамах, было четверо детей, осталось трое. У меня сын погиб на Новый год. 1 числа погиб сын на этой войне. Тоже воевал? Да, он тоже со мной с первого дня. 25 лет было ему. Здесь вот пацаны со мной рядом, вот посмотрите, им по 19 лет они воюют. Ну уже несколько человек мы потеряли со своего отряда. Но тем не менее, мы не уйдем отсюда никогда, потому что лучше смерть, чем позор. На кабине реактивной установки позывные погибших бойцов. Тагил, Орел красивый. Они все местные и у многих дома и семьи на занятой украинской армии территории. А что мне рассказывать? Шахтер. Война началась, с первых дней пошел воевать. У меня дома передовая, у меня дома. То есть ранее получили? Не, ну вот, Ломово, перед Дебальцем. Поэтому каждый выстрел наводчик выверяет до миллиметра. Огонь только по позициям и блокпостам. Лучше, я же говорю, лишние там два-три раза перепроверить. Пересчитать, перепроверить, перенавестись, выставить. Учитывается полностью все. Траектории, давление атмосферы, температура погоды, направление ветра, скорость ветра. Свои грады ополченцы установили в нескольких километрах от жилых домов. В каждую цель мы вымеряем. У нас ходит разведка. Разведка ходит, смотрит, для того, чтобы не попасть куда-то в мирные жители. Мы не стреляем, как они говорят, со своих городов. Мы уходим в поле. Вот мы здесь стоим, чистое поле, посмотрите. Дороги перекрывают. Хотя кто тут ночью ездить будет? Что случилось, Коль? Ну, везут лекарства маме, Ломово. Юля выехала в одну из деревень, которая на линии фронта. Ехать и далеко, и опасно. Но надо. Там больные отец и мать. Потому что до них ничего не ездят. Вот транспорт. Ни спора, ничего. У меня мать лежачая. На зорве живут. А отец с палочкой ходит. Транспортировать их нельзя. Скоро, я сказала, и врач. Даже таблетки некому разложить по порядку. Машины перезаряжают, и грады готовы к новому удару. За горе наших матерей, жен, сестер, братьев. Поехали! Командиры готовятся к бою. Воюют по старым картам. Вот, видишь, секретно. Им хоть четверть века, но в чем-то точнее GPS-навигатора. Мы уже вот здесь. То есть трасса уже находится у нас под огнем. Насыпай! Вот эту высоту вчера взяли. С нее просматривается все. Вот это вот. Все полностью. То есть трасса Ростопарь. Да, да, да. То есть по этой дороге они уже проехать не могут. Сегодня мы зайдем сюда. На передовой и поселке, и предприятие. Все разбито. От Ломоватского завода по производству щебня украинские грады один щебень и оставили. Ну, здесь одни руины остались. Одни руины остались. Там он работал еще, вот я же тебе говорю, до войны он работал. Цеха были. Евгений Сабанчеев из тех, кто еще в апреле начал строить в Луганске баррикады. Чтобы всегда работа была в Донбассе и возможность приобрести для его сына больным лейкозом лекарства. Как было раньше у нас? Школа. Ой, нет, детсадик, школа. ПТУ, институт там, кто по желанию. Работа и устройство. Вот так. А не так, чтобы я устроился на шахту работать, мне нужно заплатить пару-тройку тысяч долларов. Понимаешь? Или пойти там где-то работать за 70 гривен. Ты будешь работать, ну, в общем, за свободу. За идею я. Я деньги не получаю. Не получаю я деньги. Я знаешь, что получаю, товарищ Порошенко? Патроны 5,45, 7,62. И тебе буду аванс выдавать. Основные бои разворачиваются за железнодорожную станцию Дебальцево. Девы, давай, Андрей, быстрее, быстрее. Там собран мощный ударный кулак из 20 тысяч украинских солдат. Укрепрайон хоть и окружен почти со всех сторон, но может служить отличным плацдармом для наступления. Отсюда легче всего отрезать Донецк от Луганской республики и дорог в Россию. Мы на передовой, буквально в 2-3 километрах от Дебальцево. Ополчение старается пододвинуть свои позиции как можно ближе к городу, чтобы в конце концов захлопнуть крышку на котле. Пока идут артиллерийские и минометные дуэли. Кричишь, выстрел. Выстрел. Главная задача – не дать покинуть котел вооруженным силам Украины. Зайти и закрепиться в Дебальцево. На крайних улицах хотя бы. Не дать противнику выйти оттуда. И рассеяться по полям. Ну и прикрывать друг друга. А вы в Дебальцево уже заходили? Да. Заходили. Ну так, ненадолго. С разведкой. Туда и назад. Как там обстановка? Всемирные жители там остались, Дебальцево? Да мало. Мало. Не знаем, где делись, но мало. Выстрел. На связи. Ну как, три пошло. Сейчас подлинную. Мы уже дошли. Значит, он перенет метров триста. Спасибо заебал. Давай, давай. Второй, давай. Третий, давай. Принял. Ты говори, куда? Вы поставку ложите. Нормально, там дамба. Там они. Ложите остальные. По личняку.